Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вашим вопросом, с вашей проблемой. Значит, смотрите. Первое, что меня немножечко так насторожило в том, что вы написали, это то, что вы говорите, что мне точно знаю, что нужно менять отношения к мужчинам. То есть откуда вы точно знаете, почему вы это точно знаете, кто решил, на чем вы относитесь. Делая такой вывод, ну, мягко говоря, не очень понятно. То есть нужно с этим разбираться. Обычно человек делает такой вывод, исходя из того, что он, ну, например, не получает от отношений, допустим, то, чего он хочет, да, потому что он, ну, не может получить, а то, что хочет. То есть вроде бы как ведет себя человек соответствующий, да, вроде бы как человек старается, ну, вот, значит, кто-то хочет получить, не может, не может. Вот. И это, собственно, первый такой фонарик. Фонарик. Это первый такой фонарик для вас. Чего вы хотите от отношений с мужчинами? Да? Вот. Склонность. То есть вот то, что вы говорите, что вы хотите менять отношение свое к мужчинам. Вот как вы это говорите, да? Это заставляет меня, в свою очередь, думать о том, что вы мужчин воспринимаете как своего рода некоторые такие, знаете, ну, может быть, объекты, да, объекты для чего, объекты для получения чего-то, опять же, что вам не уйдет, да, но на данный момент вы не можете общаться с мужчинами, ну, скажем так, просто вот как с людьми, да, то есть просто как вот с некими такими партнерами. И если вы встречаете мужчин, да, то вы сразу воспринимаете их скорее всего как потенциальных каких-то своих партнеров, может быть. Вот. Тут меняй отношения, не меняй. Вот. Это не является чем-то правильным и адекватным, потому что люди все-таки начинают взаимодействовать друг с другом. А именно на основании каких-то общих целей, каких-то общих видов деятельности и так далее. Дальше. Значит, не могу забыть предыдущий опыт, обман и предатство. Ну, здесь вам, в принципе, коллеги сказали правильно о том, что опыт забывать не нужно, его нужно проанализировать и извлечь в него вывод из этого опыта, да. То есть нужно досконально все изучить, понять, как происходит, что происходит, почему так происходит с вами и с тем, что вы делаете. Вот. И, соответственно, перестать, обвинять только мужчин, да, в том, что с вами произошло. То есть из опыта нужно сделать выводы. Из опыта нужно сделать выводы и скорректировать свое поведение. Это первое и второе. Если вы чувствуете, что вам обидно по какой-то причине, значит, здесь речь идет именно о ваших собственных желаниях и потребностях, которые, ну, так же, в принципе, можно и нужно удовлетворять. И здесь только все в том, что не удовлетворяя свои желания, не удовлетворяя свои потребности, вы по большому счету рискуете снова и снова напарываться на те же грабли, просто потому, просто потому, что ваши потребности, они остаются неудовлетворяемыми. Дальше. Что касается обмана. Видите ли, обман – это непринятие человеком того, что есть на самом деле. Либо понимание человеком того, что вы не способны понять то, что есть у него. То есть обман бывает вынужденным и обман бывает, как бы, ну, таким произвольным. Да? В кавычках. Говоря. Говоря. Если обман вынужденный, то это, значит, как бы, я вынужден обманывать, потому что я не принимаю то, что вот со мной происходит, если я обманываю. Ага. Если обман произвольный, то я как будто бы решаю для себя, что вы, например, не примете то, что, ну, то, что у меня есть. И, соответственно, решаю вас обмануть. Это вообще выбор для вас. Вот. Ну, в основе любого обмана все равно лежит непринятие себя. И это значит, что человека, вы выбираете себе такого, который не принимает себя. Вот. Тем это связано? Тем это связано, сказать однозначно сложно. А? То есть, может быть, это связано с тем, что вы тоже в себе что-то не принимаете. Может быть, это связано с тем, что именно такие люди, которые себя не принимают, кажутся вам, ну, может быть, легкими для выстраивания отношений. То есть, тут на самом деле есть варианты. людей, но в любом случае, вот те люди, с которыми вы взаимодействуете, ну, очень хорошо понимают, что абсолютно все качества любого человека, в том числе даже те, которые вам кажутся какими-нибудь плохими или неприемлемыми для вас, абсолютно все эти качества имеют как положительную, так и отрицательную сторону, но эти стороны, а точнее их идентификация полностью зависит только от вашей интерпретации. То есть, в зависимости от вашего образа мышления, в зависимости от того, какие у вас образы реального мира и насколько эти образы соответствуют действительности. вы и воспринимаете то или иное проявление человеческой активности либо как что-то плохое, либо как что-то хорошее. В идеале, конечно, лучше, чтобы образы были максимально приближены к реальному миру, тогда и переживаний, и фрустрации, и какой-то неудовлетворенности будет гораздо меньше у вас, например. Далее, что касается предательства, то здесь ситуация в следующем. Да, предательство. Если мы говорим о предательстве, то здесь нужно сказать такую вещь. что предатель – это тот, кто сожалеет о том, что сделал. Это предатель. Его можно простить, его можно не прощать, его можно понять, его можно не понимать, его можно как-то научить, если он хочет, его можно не учить, если он не хочет. А вариантов на самом деле много здесь. Но предатель – это тот, кто, собственно говоря, сожалеет о том, что сделал. Если человек не сожалеет о том, что он сделал, если человек не раскаивается в том, что он сделал, если человек считает, что он был прав, если человек считает, что он сделал все верно, например, по отношению к вам, то это означает на самом деле только то, что этот человек не был предателем никогда. Просто вы выбрали себе такого мужчину, например, который с вами был только ради своих интересов. и вы, скорее всего, об этом знали, ну, чувствовали на интуитивном уровне, но надеялись, что этого все-таки не произойдет, надеялись, что этого не будет, надеялись, что мужчина все-таки будет с вами. И вот это вот ожидание, ожидание от человека какого-либо поведения, и, соответственно, разочарование в нем из-за этого, является, по большому счету, той причиной, по которой вы считаете человека предателем. Понимаете? Опять же, речь идет о некоторых ожиданиях. В действительности же, еще раз повторяю, предателем нельзя назвать человека, который не рассказывается в том, что сделал, потому что предателем он тогда только в вашем воображении, только в вашем сознании, и только для вас этот человек является таковым. И получается, что для объективного мира он абсолютно нормальный, а для вас он предателем, потому что он не оправдал ваших надежд. Понимаете? Но возникает вопрос, а зачем? Зачем человеку оправдывать ваши надежды? Для чего? Какой у него мотив? У него должен быть мотив какой-то для этого, не должен быть какой-то стимул для этого. Так зачем ему удовлетворять ваши желания и соответствовать вашим ожиданиям? Как вы мотивируете человека на то, чтобы он это сделал? Тем более мужчина, который без мотивации вообще делать ничего не будет. Факт довольно доказанный. Далее, значит, смотрите, и опыт, и обман, и предательство вызвало у вас какую-то реакцию, вызвало у вас какую-то активность, как психическую, так и физическую. Эта активность, точнее направленность активности, является производной от установки. Да? То есть, если, ну вот, меня кто-то обманывает, например, то я начинаю этого человека винить, грубо говоря. Ну, грубо говоря. Я начинаю его винить. Почему? Потому-то я считаю, что он должен мне был, ну, как бы должен был, ну, я не знаю, соответствовать кому-нибудь моим ожиданиям, да? Вот. Откуда у меня такая мысль, что он должен соответствовать моим ожиданиям? Почему я так думаю, что он должен соответствовать моим ожиданиям? Откуда у меня возникло это ощущение, это чувство? Вопрос, безусловно, очень важный. И ответ на него кроется, как правило, в детстве человек. То есть, именно потому, что ваши родители, ну, вот, как вам сказал мой коллега, Сергей Евченко, по-моему, его зовут, вот, что вы выбираете либо противоположность по сценарию, да? То есть, либо вот вы, например, считаете, что человек вам должен, потому что родители вас ни во что не ставили, например, или не удовлетворяли ваши желания, либо потому что они, наоборот, делали для вас вообще все, что могли, и вы привыкли к тому, что вы, как бы, у человека на первом месте. Психология это называется сценарий и контр-сценарий. Точнее, анти-сценарий, контр-сценарий это немножко другое. Вот. И тогда получается, что и предательство, и обман, и предыдущий опыт, они, эти все категории, вызывают у вас определенные эмоции, определенные чувства. И тонкость вся в том, чтобы понять для себя, о чем эти чувства вам говорят. К чему они вас побуждают? Что они хотят, чтобы вы сделали? Что вам нужно сделать для того, чтобы подобных чувств негативных не испытывать? То есть старайтесь воспринимать свои чувства как сигнал. сигналы к тому, что вы что-то делаете не так. Ну, по аналогии с болью. Если вам больно, то, соответственно, что-то нужно сделать. Это вот то же самое. Чувство боли, как физической, так и духовной, сердечной. Вот. В принципе, везде и то и то одинаковые абсолютно. Ну. Дальше. В кадром нахожу что-то, что меня не устраивает. Ну, понятно, но вы боитесь страх близких отношений. Потому что вы оказались в беспомощном состоянии тогда, когда вы были в отношениях с тем мужчиной. И вы теперь боитесь повторения, боитесь того, что опять вас ужалят, боитесь того, что опять вас обидят. И, соответственно, вы наконец-то находитесь в мужчинах, который плохой. Это страх близких отношений. Либо, может быть, это подсознательное стремление, знаете как, подсознательное стремление отомстить через вот этих вот новых мужчин, да, тому первому, кто вас обидел. Вот. Такое тоже может быть. Но, в любом случае, это защитная реакция. У вас, безусловно, это защитная реакция, которая, знаете, вот служит в цели вас защитить. Но, к сожалению, защита здесь, она приводит только к тому, что вы оказываетесь еще более без защиты. То есть вам вроде бы как хочется отношения с мужчинами, ну, в принципе, как у любой женщины, это нормально. Вот. Но вы не можете это сделать потому, что вы боитесь. А боитесь вы почему? Потому что вот есть те моменты, о которых я говорил, да, сейчас как бы все это повторять, наверное, не буду. Так. Дальше идем. В результате к мужчинам доверия нет, а я привыкла надеяться только на себя. Ну, здесь, конечно, важно понять доверие, какое, о каком доверии вы говорите, доверие в чем. Потому что, вообще-то говоря, и правильно, люди действительно надеются только на себя. Вот. Как бы это нормально. Или вы считаете, что отношения с мужчинами – это доверие ему и перенос на него части своей ответственности за себя? Если так, то это довольно ошибочное мнение. Хотя, с учетом разница только того, чего хотите именно вы. То есть, если вы считаете, что мужчина должен, ну, для своей женщины делать все, что нужно, а она, например, там, допустим, только будет принимать его активность, скажем так. Вот. В этом случае, конечно, это имеет место быть, но тогда вам нужно соответствующую линию поведения, соответствующую модель женского поведения, как бы, на себя примерить, если вы хотите именно таких отношений с мужчинами, да? А, где мужчина делает, как бы, ну, не свой штаб, а женщина выступает только в качестве приемника. В остальных случаях все-таки нужно отношения развивать и добираться людям в том, что не несет вам вред. То есть, в том, что не делает вас уязвимым. В том, в чем люди не могут вам навредить. То есть, постепенно, постепенно проверять людей. Но, при этом, как бы, не забывать о своих личных границах, да? То есть, где я могу, там, позволить человеку, ну, позволить себе довериться, да? Как бы, анализировать, как это может мне навредить это лично и, в принципе, принимать меры для того, чтобы это навредить не могло всегда, в любом случае. То есть, в принципе, в принципе, если вы надеетесь на себя, это здорово. Но вы не надеетесь на себя, в том-то и дело, что это неуверенность в себе, то, что у вас. Это больше похоже на бег, на закрытие, на закрытие от мужчин. Мол, я лучше не буду с ними находиться в какой-либо связи, чем буду находиться и мне придется им доверять. Но некоторые надеются на себя, к сожалению, так как вот вы себя не ведут. Опять же, всему этому можно научиться. Далее, помогите разобраться и начать меняться. Разобраться в чем, зачем, меняться как, для чего. У меня есть такое ощущение, что вы, Галина, хотите добиться какой-то цели. Вот у вас есть цель построить отношения с мужчинами? С мужчиной каким-то. Вот. И все, и вы к этой цели стремитесь. Ну, понимаете, это не работает так. Нельзя отношения с мужчинами выстраивать именно как, ну, самоцель. Этого нельзя делать. Отношения с мужчинами и вообще с любыми предсказами человека выстраиваются постепенно на основе совместной деятельности, которой вы занимаетесь. не больше и не меньше. Если вы будете знакомиться с мужчинами только ради знакомства, ну, поверьте мне, хорошего из этого не будет получаться никогда, как бы вы не меняли. Поэтому нужно сначала, прежде чем меняться, нужно сначала определить, значит, для чего вам меняться, да, чем. Меня остановлено для себя и для своих целей. Не для других и не для того, чтобы получить что-то из-за этих перемен. Опять же, почему? Потому что, если ситуация произойдет, ну, например, таким образом она сложится, что, допустим, вы не получите того, чего хотели бы получить, вот, не получаете вы того, чего вы хотели бы получить, да, вот, то будет разочарование и, соответственно, как следствие, у вас не будет мотивации делать дальше то, что вы делаете. Поэтому, если мы говорим об изменениях, то об изменениях нужно, сперва, определить, для чего, какой смысл это изменение, это уже непосредственно когнитивная терапия, когнитивная психология, когнитивная психология без целей не в основе. Эти цели нужно стоять правильно. Вот. Там уже зависит от этих целей, там уже задачи, средства, условия, требования, вот, все это уже решается. Вот. Ну и, опять же, не мечтала бы узнать ваш возраст, то есть, насколько вы готовы к изменениям от возраста, тоже довольно много зависит. Кто готов мне помочь? Я уверен, что готовы помочь вам многие, все, наверное, практически эксперты на нашем ресурсе, готовы вам помочь. Я не совсем понимаю значение этого вопроса. То есть, вы хотите, чтобы мы соревновались за ваш выбор, вы хотите, чтобы мы боролись за то, кого вы выберете в качестве консультанта своего? А насколько это хорошая идея? Зачем? Особенно, в связи с тем, что вы информации по существу никакой не дали о себе. Вот. Как вы будете выбирать людей, с кем вам работать? Понимаете? Может быть, тот, кто вам больше всего подойдет, не ответит на ваши вопросы, и вы не узнаете о нем. А тот, кто ответит, вам не подойдет. Может такое быть? Вполне. И как тогда? Я думаю, что вы хотели получить первичное знание о своей проблеме. Возможно. Пусть так. Знание о первичной проблеме вы получили. Хорошо. Дальше я думаю, что вам нужно посмотреть профиль экспертов, исходя из своих предпочтений, и уже выбрать того, кто вам нравится. Того, кто вас устроит. Того, кому бы вы могли доверять. Вот. Помочь вам, еще раз повторяю, готовы все. Абсолютно все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.